Каждое желание человека сделать что-то прекрасное для этого мира, оно всегда будет как в сказке о Мусе Насредине. Однажды Мусан Насредин рассказал сказку о дедушке и внуке. Он сказал, никогда, мудрец, не стремись к тому, чтобы слушать то, что говорят о тебе люди. Всегда помни, что бы ты ни делал, всегда будут противоположные точки зрения, которые могут тебя очернить. Всегда знай об этом и рассказал историю, которая звучит так. Однажды ехал внук на верблюде и дедушка верблюда вез. И люди, видящие, как дедушка вез верблюда, говорили, надо же, молодой внук, а дед старый тянет и верблюда, и вот этого внука. Тогда дедушка сам сел на верблюда, а внук начал везти его. И сказали люди, надо же, такой старый едет на верблюде и заставляет такого малого везти верблюда, негодяй. Тогда дед взял внука за руки и начал везти верблюда. Люди начали смеяться и говорить, надо же, такие тупые, верблюд идет, а они идут пешком, нет, чтобы на него сесть. Тогда они сели вдвоем на верблюда и люди сказали, надо же, такие здоровые и верблюд груженый, еще и они сели на верблюда, хотят замучить бедную тварь. Таким образом, как бы и чем бы человек в своей жизни не занимался, особенно если он выходит на дорогу прогресса, в котором он хочет сделать что-то полезное, созидать, создать. Никто ж не увидел, что у меня 300 человек работают на предприятии, еще 300 человек работают у меня там как продавцы, директора офисов и так далее. То есть фактически 600 семей проживает за мой счет, а я этих людей кормлю. Никто, нет, нет, это никому не интересно. Она кормит 600 человек? Сомневаюсь. О том, что созданы препараты аналогов, которых не существует и никогда не будут существовать. Экстракцию придумал сам, кавитацию растений придумал сам, ультразвуковую кавитацию масел придумал сам и так далее. Это все ноу-хау, они мною используются и так далее. А почему БАДами легче торговать или почему лицензию нельзя взять? А в этом виновата сама система, потому что миллионы нужно потратить. А где миллионы эти брать? Я бы хотел участвовать в этом. Дайте мне миллионы. Если бы были люди благодарные, то они купили что-то. У меня есть препараты, которые есть возможность предложить этому миру. Я знаю, какие препараты могли бы помогать. От чего хочешь, от туберкулеза, спид, астмы, там чего хочешь. Я знаю, как это все работает и готов их выпускать. Но мне для того, чтобы запустить какой-либо из этих препаратов, на сегодняшний день надо запустить предприятие. Это сейчас в мыслях. И в этом предприятии необходимо только за вот этот воздух, который там находится, только за патент этот весь, для того, чтобы получить нужные документы и в дальнейшем заниматься и запустить завод как фармпредприятие, необходимо заплатить за все вместе 650-700 тысяч долларов. Только просто за документ.